добрый день меня хорошо слышно хорошо вас тоже хорошо я разрешаю записывать все понятно вопросы накопились давай лучше у меня ну как бы ситуацию обрисую вкратце я давно был разведен вообще как было священник я как бы к священнику своему которому доверял ему сказал однажды у меня подруги были там вот разные он когда я видел говорю что это не твое типа там они какие-то не такие я потом дуру ну так скажем дуру не дуру по лека лет как по глупости сказал ну выберите тогда вы меня я приму как от бога не он мне познакомилась девушка и вот я как бы сразу ее принял как будто вот ну вот как вот и договаривался с батюшкой вот ну а в итоге то не сложилось не жизнь она сама от на от меня как бы это ушла вот и заочно меня развели там она с урала я солнце там вот и я потом четыре года где-то пытался наладить отношения ну ради сына потому что сын и но все равно как бы это ну никак вот не клеилось потом плюнул на это и вот меня потом был будут понесло вот сейчас как бы все остановился очень повлияли вы ну вот когда на вас вышел узнал загорелась опять у меня то есть край которая когда-то раньше была к вере вот ну и у меня вопрос-то этот мучает я некоторые ролики ваши просматривал и там какую-то мысль уловил что если ну как сказать если например ты в разводе да а жена твоя не умерла то ты как бы ну и не хочешь с тобой жить но ты живи один воздерживайся то есть больше больше ни на какую там не посягай женщину так правильно она живая написано при живой ты женишься ты будешь прелюбодей а прелюбодей царствие божье не наследует зачем тебе ты же увидел что ничего там нет путного если ты знаешь что есть царство небесное что вы женщинами путайтесь я никак не пойму зачем это нужно так потому что нет рождения свыше ну а тогда зачем вопрос задаете мне ты живи блуди по полной катушки пей гуляй наркомань раз бога нет тогда все позволено веры нету рождения нету свыше а зачем эти праздные вопросы задавать я отвечаю на вопросы человеку который истинно хочет спастись для вечности быть со христом жилья бога а это ты за юбкой будешь гоняться любая только шелохнула платье уже с ума сошел блудник скудаумен так и есть мозги проедены все забывает ничего не помнит это есть такая книга вам вы бы могли найти ее ян амос каменский ян амос каменский она называется отец мировой педагогики ну там полное собрание у него там уже для себя найдете ярмарка суеты называется вот как раз об этих которых господь уже разодрал пополам все равно не едут опять и ищут а потом говорит на площади взвешиваются подходят друг другу или нет их весы сажают и мерят у кого соплей больше ну вот это просто и меня смутило я священнику одному говорю вот такая позиция есть он говорит да брось ты говорит типа все нормально иди на следующий там на следующий ищи ищи короче и меня вот это смутило и я вам батюшка вот с вами зачем ты говоришь с ним то он такой же как ты блудник и все кобель безхвостый и больше ничего нет ну он возрастной уже в возрасте какая разница возрастной вот сейчас пишут марк был тайманов шахматист хороший шахматист ему семьдесят восемь лет и двойня родилась у него она на тридцать пять лет старше его четвертая жена она у него так что официально у мусульман может четыре жены сразу иметь а чтобы на пятой жениться на одну должен выбросить и у него сейчас новый брак но это уже двухсотая жена но ни разу закон не нарушил он их выгоняет по одной опять новый берет и и мозолится всю жизнь гной собирает на себя срам один говорит это противно я вас понял отец так дальше ты представляешь что ты в огне будешь гореть вот есть такое житие найди его житие святого варлаама и асафата житие это царский сын в индии был как он обратился и ему советовали ты сделать так чтобы он полюбил какую-то там девицу то ну и там пленная была одна царица царевна то это подсказали ты его только если ты пленная будешь и домой отпустят но она начала его обихаживать ты только со мной переспи один раз один раз я христианство приму я верующий буду и то другое ну он заколебался ну юный и уснул и во сне видит к нему они лазят такие хари свиные рожи собачьих такие пасти на него он когда проснулся и видит они все такие как во сне видел и все вся красота а что такое красота вот посмотри что это такое вот у нее глаза озера такие глубокие мне рассказать я говорю одним бензинцем дно достану глаза глубокие черные очи поет там черные очи черви там будут копаться есть такая книга можешь прочитать возьми запиши печаль сатаны брокер пишут иногда а он на самом деле Мария Карелли писала ее печали или пишут скорбь сатаны иногда скорбь ну то есть путают я насчитывал она у меня есть где-то на сайте даже мной насчитана и вот самая лучшая красавица в мире в мире там в лондоне и вот она перед собой в зеркало любуется и решила ну мужу говорит роган оставить и полюбила там князь такой а это сатана в образе человека был то он говорит чем ты хвалишься красота ты в зеркало смотришь оно врет тебе ты подлая гной течет у тебя с лица у тебя черви копошатся в глазах он ее посадил на место она ничего нету она хвост подняла и все скачи на меня сука и наконец она закончила жизнь самоубийством пошла в ад есть такое у Льва Толстого крейсер серого соната тоже можешь записать это по теме ну и фильм есть такой фильм там Олег Кенковский играет чудо просто как сыграл ну конечно книга больше дает что такое брак нужен он или нет ну возьми первым делом вот эту прочитай Льва Толстого крейсеросе цыпленок крейсерого соната не пожалеешь Лев Толстой и ты даже не подумаешь больше да зачем тебе нужно тебе же уже не 15 лет не мальчишка чего ты возюкаешься то с ними ты обойди от нее от нее смрад сочится мы были в этом в Одессе в монастыре и там отец Андрей ну священник там Иона их два было Иона умер мы у них ночевали и вот она говорит зайдет там эта крашеная какая я целый день краплю углы не могу никак вонь выгнать из нее она какую-то падаль какая-то она блудница ты не нашел общего языка да зачем она тебе нужна была грязь собирать ты молись Богу и стремись туда если она невеста твоя если она настоящая голубка она каждое слово твое будет ловить ты сказал она что угодно сделает на другой конец света поедет нет такого нет конечно ну еще нет так зачем она тебе нужна ну молиться то за них надо все равно молиться надо вопроса нет молиться надо если есть дитё дитю помогай помогай чтобы оно выросло нормально встречайся но постарайся ее обойти если можно если можно а то начинают я буду есть свидетельство ты обратиться ты утонул уже ну да я сразу я как встречаюсь сразу у меня это все вот у меня знакомые есть такие которые как начали этот путь жениться так и никогда не женится по-настоящему то все разводятся я говорю тебе сколько было восемнадцать я второй рядом с ним беседую сколько да я их и не помню сколько ну ребята такие то ну и чё бабылем живет теперь я знаю вот сейчас даже сейчас настоящий момент знаю он все разводился разводился наконец я женился там она не девушка хочу на девушке наконец женился женился где баптистку нашел в собрании сделался баптистом баптистом сделался ну и что житья то никакого нет потому что он кобель бесхвостый и все теперь один бирюк ты трудись для бога ты душа твоя это невеста для христа ты цени себя ты сделай все возможное чтобы даже зря не глядеть куда не надо глазами ты трудись молись тебе некогда будет я почему вам сказал мне сначала нужно сообщить потому что у меня ребята поехали сейчас я сейчас один в данный момент и мне нужно самому зарядить аппарат наставить его сюда а теперь зачитывать а это это не игрушка у меня четыре причины что я не могу насчитывать зубы слабые выпавшие глаза плохо видят не слышу и бронхи больные четыре а считать некому сам и считаю так ролики по десять минут и таких роликов будет около двух тысяч тысяч а такие ответы которые я давал в университетах в школах в милиции воинских частях на радио и они у меня на сайте и попросили их озвучить люди лучше говорят слушать чем просто глазами считать я направляю сюда их сижу считаю а это все отображается на аппарат на видео и вот сколько еще стихи у меня считать почти три тысячи стихов насчитать да у меня вот 10 июня мне будет 77 лет 77 лет а я как будто на 25 годах застрял у меня столько работы вот я только сейчас с улицы зашел то надо в огороде копать то жене помочь то у меня там когда кормить голубей внизу вверху на улицу собаки люди звонят прийти когда встретиться в течение народа больные звонят со всего света буквально а я ни образования у меня ничего нету у меня просто есть любовь к моему господу врагов тучи это никакой роли не играет раз враги есть значит я живой они на мертвого не будут нападать рыба которая по течению идет туда это мертвая ее несет а живая напротив течения идет такой молодой парень ты там возишься с этим ты отступись от всего этого забудь тебя бог сегодня положил на постель тебя машина сбила ты парализован тебе надо это под себя ходить будешь а ты еще здоровый встать вот сегодня будет вечер выйди под звездное небо уйди чтобы никто не мешал тебе где-нибудь чтобы никого не было видно и помолись богу вспомни что мы с тобой разговаривали и скажи господи вечность перед глазами что я делаю даже сказать нельзя я знаю что там ничего нету туда сатана меня тянет и тянет если крючок у тебя там в глотке сидит он тебе вырвет всю внутренность обязательно найдется такая тебя любит без тебя жить не может отпрыгнет ее вот когда человек борется настоящий военный то он знает наступать все время не приходится иногда надо держать в окопе оборону доты строят бетонные а иногда бороться нужно только отступать остановился отступил так вот грех блуда это отступление кутузов говорил бородинское сражение не нужно было но царь повелел ему сделать и он говорит надо было еще отступить отсидеться зима пришла я промсул закалил и сдох и ничего от 600 тысяч не останется только 75 вот что надо отсидеться и ждать наша сила сидеть спокойно сколько людей нуждаются сейчас идет пост страстная неделя сейчас думать ни о чем не надо только о том господи как прославить тебя голгофа а я тут путаюсь со зловонием всяким срамота одна женский вопрос только отступать не думай по той улице ходить не думай звонить уйди ты не поможешь ты только утонешь а батюшка у меня такая была мысль что это ну не знаю добро дадите нет вот с сыном то к вам в лагерь приехать ну что с сыном в лагере то сколько ему ну ему 10 10 можно будет договоримся но ты знаешь нашу дисциплину да жесткая табаком не балуешься нет нет значит полное послушание работаем встаем в 4.40 ну мы же видишь какие каждый день если погода позволяет купаемся до 6 раз в день но мы работаем будет время ходим по ягоды колем дрова пилим дрова то есть у нас приезжают здесь мир разрешаю в прошлом году один разведенный был такой же мальчишка такого же возраста заезд у нас будет около 10 июня я вам маршрутку сейчас скину маршрутку у вас машины своей нету ну значит поездом у меня велосипед как у вас да ну все значит машина я скажу где доехать вам откуда ехать то с Тобольска Омск Омск ну тут доехать докуда тут надо до следующей станции за нами станция есть одна а да как Корщино Корщино а из Корщино можно позвонить или если еще нету с собой что взять все будет сказано это нижнее белье это для себя смену и две простыни две наволочки на каждого потому что у нас стирка идет и там все будет сказано вы зайдите на наш сайт и там на сайте все написано путевка вы приедете сюда у вас власти над сыном никакой не будет вы не имеете права его наказывать ничего нету вы должны подписать будете бумагу что вы не вмешиваетесь а вмешайтесь мы с вами до свидания и все я тоже буду на статусе так же да вам сгодится сгодится все что вы увидите вот у меня были такие люди которые оставили память такую ну просто знаете я сейчас даже скажу как ролик называется да что ролик то вы зайдите на наш сайт сайт не форма сайт и там на первой странице для слова Божия нет уз книга на сайте и там сразу перейдите на оглавление ткнете оглавление и в оглавлении написано на земле алтайской это был у нас егумен Кирилл Сахаров его храм метров 250 от храма Христа Спасителя в Москве и он был с группой учащихся мы со своими прихожанами вот он все описал как там есть там все описано вот кто правильно о лагере писал правильно его никто не писал он член Союза писателей он все написал все где я был не согласен но он очень талантливый вот я бы когда у него не было сразу одевает меня там подряд этот как назвать стихарь я уже в проповедь говорю у него стою там в храме он сообщил видел вот чего вот такие вот 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 такое дело вы просчитайте это и вы уже с лагерем будете знакомы отец Кирилл Сахаров вот так я понял отец ну единственное что давайте помолитесь пожалуйста ну жена она мне не особо его дает она там у нее опасается там что-то за него будет не будет плохо у нас этот был нынче один и жена тоже была не согласная но ребенок ну был не до конца хотя но как-то уладить надо ну вот надо уладить да уладить отношения чтобы хорошие были что ты берешь сына и для того чтобы он отдохнул едете в православный трудовой лагерь она пусть посмотрит ролики на лагерные заведи там много увидит а если она не отдает все вопрос отпадает а иначе она будет бомбить тогда ну да батюшка а если смотрите если она не отдаст а мне можно приехать поработать у вас на месяц не знаю понимаете я вас не знаю совсем видите как мы осторожны очень я имею ввиду вот там вот с Никитой помочь что вы ему скажете вот Никите помогать ты сейчас свободен вот сейчас сегодня ну да в принципе вот выезжай то выезжай сегодня 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 вот я тебя и проверю с собой документы возьми с женой переговори а потом ребенка можно как-то взять сейчас нужно к лагерю готовиться сейчас работы поза глаза а когда лагерь откроется тогда уже меньше работы то нам там работники не нужны хорошо ну это так ну тогда мне как узнать то то есть мне сейчас до Барнаула а потом что никак до Барнаула не надо ехать у вас он идет разве через Барнаул я не знаю нет он идет как в московске по моему так он идет через Кулунду узнай и сообщи мне до Кулунды надо доехать нет через Кулунду через Кулунду и вы доедете до станции Корчино билет брать до станции Корчино у нас разъезд он не останавливается и вы спросите там скажите на разъезде под Степный под Степный когда останавливается можете там переждать когда ночью пойдет поезд до нас это ну сколько километров 18 до нас можете пешком пройти по шпалам так от Курчино от Курчино от Курчино в сторону Барнаула как вот поезд вошел так и вы спросите на Барнаул как дорога куда идет в Курчино а за ней следующая станция будет Ребриха туда туда дальше 30 километров а если в Курчино слезете у вас одна сумка так вы и дойдете по шпалам сразу и прямо дойдете и будете идти по шпалам будете идти ну пройдете километров 10 10 и вы смотрите влево и влево вы увидите строение дома это наша деревня если напрямую прямо идти по полю это километра два с половиной так от Курчино просто там спросить где потеряю да ну да в сторону вам лучше идти не по дорогам куда-то а прям по шпалам по шпалам по шпалам в сторону Ребрихи правильно да в сторону Ребрихи все откорчено в сторону Ребрихи да все я сейчас покупаю билет до Курчино и откорчено в сторону Ребрихи двигаюсь и все двигаюсь и все с собой что взять слушай внимательно нижнее белье у тебя что была смена было что-то для осени для осени потому что придется задержаться подольше до 10 может октября так что ты не на один день едешь ты научишься тому и другим расскажешь что ты во сне не видал ну да я понимаю это тут только придешь я ребятам дам знак чтобы они вас там на месте уже проверили и все так у вас кожных заболеваний никаких нет ни венерических ничего вас осмотрят потому что у нас баня мы кого попало не пускаем это баня для детей одновременно я понял и старший Володя Володя он скромный очень еще непонятно все время снимают на камеру да вы сразу в этот же день как приедете и пойдете к батюшке к отцу Акиму он вас там поговорит с вами к старости зайдете чтобы вас записали проверили по документам чтобы все документы были в порядке какие есть военный билет все потому что мы на особом учете нас милиция приезжает проверяет ФСБ чтобы вы не заглохли здесь это нас охраняют мы государству очень благодарны бывает нас натравливают но они ничего не делают власти нам ни разу беды не сделали только хорошее было даже комиссия как-то была на Азовском море там купались и шесть учеников утонуло в лагере вместе с воспитателем пьяным шестеро ну и от Путина было указание проверить все лагеря ну и начали все шерстить ну и приехали это кровавая прокуратура занялась доехали до нашего сельсовета а в сельсовете их остановили сказали туда ездить не надо не надо мешать у них все в порядке там бедками не кормят там верующие это он не наш человек там который в сельсовете то старщиков Игорь Николаевич и они не приехали ну а комиссии там санэпидемстанции эти всегда едут милиции несколько раз проходит время один год 99-й было 15 кровавых комиссий на нас натравили 15 за лето и они ничего не нашли не могли ничего сделали ну а я приехал потом кто травил подал в суд и все процессы выиграл там газеты печатали фильм поставили поганый все разгромили никого нету кто писал статьи его убитым нашли другой инсульт умер полный разгром Бог сделал это не наша борьба мы рукой никого не трогали а там пакости такие делали что в краевой администрации мне руку пожимали наконец-то говорит на них управа нашлась на этих врагов с ними никто ничего не мог сделать я говорю а мы молились и все Бог сделал никого нету развеял Бог даже дыма не осталось вот это все у нас описано в книгах описаны и сняты когда были громили нас ну то есть они не заходили в лагерь а вокруг а дети стояли на крышах и скандировали не заходите не заходите и плакаты коммунисты и людоеды займитесь своей душой или лютые волки не прикасайтесь к нам с плакатами стояли все это заснято было все в интернете стоит с нами бороться очень трудно почему потому что мы не боремся мы Богу доверяемся как с нами бороться когда с нами Бог вот на меня сколько нынешних нападок было патриархии на этом собирается так называемый миссионерский отдел это самое поганое что есть в России самое страшное антихристово отродье все там и они ничего не могли сделать там Дворкина подключили что только не делали Почаева подключили там книгами разбираться ни звука ни откуда мы не виновны мы стараемся для Бога а врагов Господь разберется с ними и только просим Господи не убивая их не поменим их безумия у них ничего нету я вот в таком возрасте немощный как бы я только сейчас почему мне надо звонить я должен выбрать момент когда я выключаю аппаратуру и в это время скорее схватиться мне 2-3 заходки задний день пропал потому что я назначаю ты побыл у меня не раньше как через 2 недели у вас телефоны то есть? ну у меня есть у меня есть телефон вот все бери с собой там у меня сим карты то надо будет местные да у вас брать что это брать? сим карты то вот местные надо будет брать а зачем? не надо? не надо у нас отовсюду люди бывают своими звонят из других государств а ну или ромен там какой ну ладно там узнаешь там уже скажут у нас есть но звонить просто так не будете только с разрешения я понимаю да у нас порядок письма все переиллюстрации проверки проверяются а вы скажете а мне не нравится не нравится до свидания сиди на месте мы 45 год лагерь мы знаем что правда что неправда и разговаривать все звонят все ну как мне звонят а я ребенку подставил под ухо он поговорил ответил до свидания в определенное время так я понял так ну я хотел вопросы задать давай давай ну нет так ну ну вот или потом уже задать когда уйдется встретимся больше пока я приеду коротко быстро спрашивай разойдет по семикратной молитве просто ну не бываешь в коллективе где-то там все 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 договорились там тебе расскажут там молятся и ты с ними будешь рядом так это тебе уже думать об этом не надо мы пошли по ягоду встали помолились работаем остановка начали молиться помолились опять за работу это 6-7 минут всего 6-7 минут какое то время то ты папиросы не выкуришь за это время ну ладно в принципе все ясно просто это так бритвы с собой не брать уничтожь ее я понял вот я уже к ней не прикасаюсь потом просто это ну как получится приехать вечером да это вот ночью ли это не важно а как поезд вы там узнаете и мне дайте знать когда идет в какое время останавливается если вы едете один тогда один и езжет это вам проще лучше то взять как ну чтоб ран лучше не ночью приехать беспокоить людей а рано тогда лучше да да от вас не зависит поезд то московский по расписанию идет он может днем приходит или ночью я то не знаю какое бы время не пришел ты сразу поднимайся и иди все я понял я сейчас поеду за этим за билетом возьму билеты вам в скайпе да теперь когда вы будете идти смотрите искорчено искорчено в левую сторону на север смотрите влево запомни влево и если будешь идти ночью ближе к утру иди так чтобы рассвет застал тебе видно было будет вплотную подходить березовый колок березовый колок и в него идет из подлиния идет труба там еще нету весной вода течет и за ней только выйдешь метров сто и деревни уже видать и тут видно дорожка ты прям сразу за околочком слазь и по дорожке придешь дорога а напротив то это там по полю идти там труднее смотри внимательно только ты выруливаешь из-за околочки линии то идет и околок вплотную ты за нее только выходишь и деревню видать сразу с линии сваливайся и сразу к околочку опять и дальше пошел и увидишь деревню будешь подбиваться возле околочка возле околочка выйдешь по левую сторону по левую сторону там деревня это 10 дворов я понял отец Игнатий я понял ну все благословите Бог в помощь так настройся крепко на это чтобы никакого обмана не было если будет замечено у вас лукавство какой-то обман а это вам не утаится никак вы будете сразу выдворены ты скажешь а я не поеду свяжут и вытащат ну понятно у нас было мы сразу отправляли у нас сразу следователь рядом сразу же арестовали отправили в краевую прокуратуру а там разобрались человек чужой совершенно его давно ищут я сразу предупреждаю чтобы не было потом нарекания мы не ищем своего ты обманул ты отвечаешь а будешь нормально ты всю жизнь будешь вспоминать где ты был аминь каждая суббота у нас в церкви богослужения воскресенье литургия на литургии оглашенный зайдите будешь выходить ну да так что еще ну все надо действовать сейчас я вам в скайпе под скайпом здесь скину данные путевку дам что с собой брать как для ребенка как и для вас одеяло там все сказано было какое там что трудно носки были платочки были 4 платочки как ребенку носовые платочки обязательно без платочка за стол не сядешь ну я вот так с поиском смотри я понял праздничный у тебя в церковь рубашка была рюкзак с собой продуктов никаких консервов брать нельзя можно брать только хлеб у нас с хлебом затруднения потому что самим надо готовить и некогда и покупают чтобы были деньги и хлеб с собой перевести можно хлеба хоть сколько вези хоть вагон ну да понял хлеб только такой бери не какие-то батоны а самый такой черный самый такой чтобы он в животе дольше держался я понял ничего больше не надо там все деньги что были деньги купишь молоко сметана сейчас кончится сейчас пасха у нас будет ты как раз на пасхальной неделе ты сейчас будешь молиться ты увидишь что такое молитва православия ты православие то не нюхал даже нет не нюхал пасху христову будешь столько гостей а там в мае месяце у нас может быть приедет митрополит патриарший митрополит здесь местный то там у нас такое торжество будет 25 лет нашей деревне ну слава богу но она была восстановлена 200 лет назад 205 лет назад в начале строить ее а потом развалили все и ну это вот потеряла Русь то что Господь ну как сказать благословил это вот то что Руси потеряла как раз не зря она потеряевка называет потеряевка это первый посетитель был первый житель потеряев ну это промыслительное название как у вас МФ вы говорите это морфлот а теперь у меня молитва форум ну да я сейчас сразу сейчас это сожму я сейчас выставлю в интернет часа через три уже смотри этот наш ролик будет стоять и ты можешь еще раз просмотреть и поглядеть на самого себя как ты выглядишь как я выгляжу ну как ну вот со стороны посмотришь как то есть будь серьезным потому что работа у нас работает очень сильно у нас работа пять дней мы упираемся будь здоров тут садить картошка будет и все мне как раз это и надо навыкнуть вот это вот ты навыкнешь всему сейчас нужно будет глину месить кельи наши мазанки замазывать тут убирать территорию готовить дрова пилить ты все будешь знать сейчас у нас идет быстро посадка ты завтра утром должен быть уже по теряевке я понял отец Игнатий ну с богом тогда нам нужно сохранить дамбы которые мы построили ты будешь работать вот с такими мускулами поедешь ну хорошо ну я пока без сына поскольку он на Урале а я в Омске и еще пока там напряженная остановка значит сегодня ты выезжаешь да 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 я сообщаю своим и ты будешь ехать мой телефон я тебе сейчас там скину мой телефон ты знаешь нет ну запиши запишу 8 961 230 70 60 записал ну вот как будто бы без ошибки я не звоню никогда уже свой телефон даже забыл ну правильно как будто бы 8 961 230 70 60 я еще вам сейчас скину телефон из старосты телефон Володи чтобы у вас было в запасе зарядите зарядные шнуры с собой возьмите если есть фотоаппарат видеоаппарат все возьмите ага хорошо это вы все для себя снимите и мы поменяемся вы наше скачаете а вы на мы у вас возьмем ладно ну у меня правда так теперь забыл сапоги резиновые обязательно чтоб были потому что роса ходить и в штаблете нет резиновые на дожди а на такое время какую хочешь обувь такую носи рубашки без рукавов не бери у нас не положено без рукавов ты можешь ходить а как в колокол ударили а ты без рукавов ты без обеда останешься и у меня ни одной рубашки нет чтоб без рукавов я понял слышал так свитер сверху не носят только под рубашкой когда в церковь идешь в церковь а так то хочешь носи то есть рубашка наверху да рубашка наверху чтоб под пояс было на свитере не положено мы приняли правило у нас нарушения нету я сейчас скину вам детские это по детскому лагерю что надо и что там надо вы все это берете сами на себя если взрослого одно и то же и маршрутку дам угу что непонятно под скайп заходите я понял я сейчас отключаюсь потому что у меня идет насчитывание я один сейчас смещусь с ошибками но дело продвигается уже вот я вам честно скажу вот ну Никита старается все ну вот вот когда вот он лучше бы вопрос читал а вы все остальное пускай у вас там какие-то дефекты на самом деле никаких дефектов нету вот я слушал у вас молодой голос и какой сейчас у вас голос он более какой-то ну не знаю он мне больше воспринимается который у вас сейчас голос лучше и ложится вот ну все тогда все давай прощаемся с Богом не отходи под скайп смотри сейчас я все скидываю и ролик ставлю часа через два с половиной три он будет стоять с Богом спаси Господи слава Христу все делается сразу никакого никакого промедления никаких отступлений если ты сегодня не выезжаешь значит все наши разговоры аннулированы уже запишено будет в прошлом не приехал сейчас хочет связь восстановить но это не удастся я услышал нам это не надо игра кончилась там когда я был мирской самая жесткая конструкция это треугольник самая жесткая понял все во славу Божию благословен Господь отходи выключай выключай